здравствуйте друзья я должен просуммировать может быть немножко про то как мы со светланой на диете но я был она еще продолжает и у нее еще три с половиной месяца впереди а я уже свои три месяца на самом деле даже больше но я из них две недели был на круизе там если кто помнит вот ну что я я уже не на диете начиная с понедельника у меня диета закончилась вот я сегодня третий день на можно назвать вольных хлебах значит мне дали наставление как как питаться на будущее и я так в общем в рамках ну и что сказать надо теперь научиться что ли это такой период выхода из диеты он очень непростой потому что вы знаете что пишут чудовищные вещи что вот я в разных местах натыкался на одну и ту же не цифру число 95 процентов людей которые потеряли вес набирают его обратно кто-то быстро кто-то медленно кто-то с прибавком еще к тому что потерял и так далее поэтому в общем как сказать мало потерять вес надо надо удержаться и для того чтобы удержаться надо иметь какой-то образ жизни при котором ты не набираешь вес давайте если бы у нас сразу был такой образ жизни чтобы не набирать вес так я бы никогда не набрал свои лишние 20 килограмм правда вот поэтому потерять вес это кажется замечательная задача но но дальше что мы потихонечку так знаете начинаем изучать разбираться слушать и так далее и я хочу сказать что трудно найти какую-то другую область знаете вот так из того что вокруг нас где бы мне ну разве что политику вот может быть там где бы мнение людей настолько расходились по абсолютно любому вопросу то есть там одни тебе скажут что там после шести есть нельзя другие говорят после шести дело не в шести там или в семи а дело в том чтобы там скажем за четыре часа до еды не есть и не пить другие говорят за два часа до еды третьи говорят четвертые пятые десятые говорят что понимаете какая история дело в том что там в 11 часов такой гормон вырабатывается в полночь там такой гормон ну там какой-то временной интервал а в три часа ночи вот это а там еще зодиаки там тоже к этому причастны там тоже многие скажут я сейчас без зодиаков и соответственно значит если ты в это время не спал значит ты чего-то у тебя такое не сложилось и пошло и поехало и абсолютно все они могут куда-то ткнуть пальцем в какой-то источник из которого они это берут какие-то исследования и не не то что вот он лично придумал или вот он так почувствовал поэтому разнообразие невероятное ни по одному вопросу они друг другом не сходятся и это как бы в значительной степени элемент то ли веры то ли самопознание вот там одни говорят надо кушать суп другие говорят будешь кушать суп там через какое-то время будет у тебя там гастрит значит одни говорят молочные продукты взрослому нельзя другие говорят молочные продукты надо вот с такой-то чистотой там и так далее когда доходит до диабета там вообще уже да то есть вот диабетику это можно это нельзя опять начинается вот это вот конфликтующее конечно то есть получается на дык надо как бы становиться так сказать профессором себя самого но в принципе как бы сказать да а люди все разные понимаете если одному человеку вот это хорошо это не значит что другому это хорошо больше того для для другого это может быть вообще смертельно опасно просто смертельно опасно поэтому разговоры типа а вот я там а вот мы а у меня там еще что-то это это не безвредно все потенциально ну ну правда то есть мы мы все взрослые люди мы все понимаем вот если так мозги напряжем то понимаем что не то что вот допустим у одного получилось сейчас у всех получится мы уже не говорим как у него получилось и какой ценой может быть сам еще не знает это это тоже отдельный разговор как он за это расплачиваться потом будет ничего не знаю поэтому получается такая вещь что если ты сам не контролируешь но значит никто и не контролирует так что надо надо потихонечку вникать разбираться вот мы потихонечку вникаем и разбираемся тут вот но обычно знать как там полчаса послушаешь кого-нибудь там но мы поедем со светланы сейчас на такой это больше психологический нежели диетический мы на такой как называется ретрит такой на курорт мы поедем на курорт это будет недалеко от барселоны и мы там несколько дней побудем на таком как сказать психологическом успокоительном мероприятии такая поддержка для людей которые на диете здесь кстати надо сказать что в сша есть разные программы потери веса и там есть такие группы поддержки они там собираются или сами или со специалистами и они то есть очень важный момент это вот это вот поддержка когда человек может соскочить понимаете и и очень важно очень важно не соскочить и в том чтобы не соскочить важно вот эта поддержка от мы поедем в барселону а заодно погуляем правда по барселоне погуляем там еще курорт такой где мы будем там полчаса от барселоны туда по бережку туда в сторону франции вот так что у нас теперь начинается такая новая жизнь познания но у меня уже начинается свет на свет на диете вот она в общем-то довольно как бы сказать систематично так ярко очень организованно идет по диете то есть может быть там с переживаниями какими-то эти женщины вообще они более эмоционально воспринимают и относятся вот но тем не менее она такой человек знаете очень пунктуальный в отличие от меня все такой как бы такой разбросаны за мной присматривать надо а светлана она так вот сама и и за мной присматривает и как бы сама так в общем держится в рамках но хорошо даже по количеству веса знаете вот они там когда начинают рекомендации давать одни говорят надо вот тот вес который дать там все посчитали но вот скажу у меня посчитанный вес который должен быть 80 килограмм и я вот ровно в нем сейчас вот тютелька в тютельку я в 80 я держусь там особенно когда женщины знаете там одни говорят вот у тебя там биологический расчетный вес должен быть там я не знаю 65 килограмм она году меня 65 килограмм восьмом классе были последний раз а ей допустим там полтинник да и играют но я одни говорят нет 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 очень важно вот дойти туда другие говорят послушай 10 кило скинешь уже стать другим человеком и в общем это очень интересный мир я на самом деле хочу сделать такую рубрику у нас на канале кстати я вот приглашаю всех у кого есть что сказать или может быть кого-то пригласите наверняка вы знаете людей интересных кто бы поговорил на эту тему но компетентная я понимаю что будут самые разные мнения более того я пытался приглашать некоторых людей к нам на канал а они говорят вы знаете не хочу публично ничего говорить вот так у начнешь там что-то публику и тут для тебя понесут что ты там то и это одни говорят надо нельзя ходить быстро другие говорят именно быстро и надо одни говорят там надо пить столько воды и не считать туда чай как кофе супы и так далее другие говорят вы чё с ума сошли а чтоб и и чай и кофе и супы значит это тоже вода а те говорят это не вода это еда и пошли короче они дают одни говорят надо обязательно спортом заниматься физическую нагрузку давать когда худеет другие говорят да нафиг вам это физическая нагрузка это лишний стресс это только вот после тренировки пришел хочется жрать зачем и зачем тебе надо сколько ты скинешь тех калорий это правда но сколько ты тех калорий скинешь того там будешь на час там не знаю на тренажер там говорить не о чем но вот понимаете любые мнения есть и не не вне не в том смысле что физическая нагрузка ничего не дает это потрясающее очень важная вещь о чем мы говорим я вот как раз мне не хватает мне надо подкачаться немножко я уже стал как этот чахлы книг нарушу и уже у меня кости гремят вот жена готовить себя обнимаешь так было прошло сейчас подкачают но в общем очень интересный мир друзья если вы кого-то знаете кто так не боится на публику выйти и у нас на канале если даже и критикуют то те кто как бы критик критикует неприлично мы отстраняем сказать от возможности критиковать неприлично то есть в разных видах далее там можно удалить комментарий злобные можно злобного комментатора тоже отправить куда положено я не знаю обратили внимание какой у нас тихий спокойный канал об отношении злобных комментаторов эти как они уже все там где должны быть поэтому поэтому уже нормально так тихонько спокойненько короче это будет вот наш такая рубрика я всех очень приглашаю но я понимаю что нас не смотрят там скажем диетологи или там люди с авторскими какими-то там методиками или подходами но я потихонечку буду где-то их находите если вы будете кого-то рекомендовать или приводить я я буду очень признателен так что пишите в личку личка работает все счастливое а то знаете говорят ой вы похудели да что случилось там два месяца не заходил в порядке или вы там как здоровье здоровье в порядке спасибо зарядки диете там трудовом коллективу диетологом в общем все все нормально и вот не не то что там мне кажется что я уже даже получше кожа сейчас дотянется тут немного осталось то есть она она и так стянулась но все-таки достаточно эластичность вот я перестал худеть надеюсь что не буду особо ничего набирать вот так вот в этом вот образе светлым а буду перед вами представать и и в дальнейшем но так вроде получше немножко получше стягивается действительно когда они начинают обвисать все как бы получать что ты вроде постарше стал или выглядишь постарше когда трещит все такое натянутая не конечно и вот вроде как моложе но она она сейчас подойдет это не 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 все сразу так что массу комплиментов я получаю по части искать изменение образа вот и гардероб над менять ну поменяем гардероб слава богу тут дефицита нет шмотки имеются как-то я перестал даже в маечках ходить обратили о я раньше там майки всякие таскал а сейчас я я может и одел но у меня размер то были ларки были extra large и были 2x у меня тоже бывало так вот где-то я так колебался а сейчас я при оказался large это так неожиданно я я даже не помню я в америке никогда не был арчи а в америке я когда приехал уже 27 лет назад я уже был extra large и в том весе в котором я сегодня я был в 19 лет светлана вот рассказывает что когда мы с ней познакомились я был 76 килограмм 76 килограмм а где-то лет в 19 не то было почти 19 а потом уже в 19 лет я вот так как за этот промежуток время вот 19 20 лет она поднабрал немножко и стал там типа 81 82 вот это вот я вернулся вот вот свой 19-летний возраст по весу по весу все друзья счастливо в общем все в порядке